Всем привет. С вами видеоблог WarStory. Сегодня у нас самое что ни на есть генеральское видео на канале. Два экземпляра генеральского холодного оружия сейчас здесь лежит перед вами. Изначально я хотел снять видео по шпаге генерала Люфтваффе и отдельно по советской. Но мне пришла такая мысль, что будет круто увидеть их вдвоём в кадре в одном, чтобы их можно было сравнить. Речь конечно больше пойдёт сейчас про немца, а советскую саблю мы рассмотрим потом отдельно. Хотя в этом видео конечно же тоже дадим крупные планы и посмотрим её. Нельзя себе отказать в этом удовольствии. Итак начнём. На мой взгляд генеральская шпага Люфтвафф это один из таких самых ярких и с эстетической точки зрения красивых представителей немецкого холодного оружия. Потому что я надеюсь, что вы со мной согласитесь. И само по себе травление с синением, с золочением там шло что называется в базе. И рукоять такая контрастная. То есть в таком глубоком золочении в ярком с оранжевой рукоятью. И смотрится это всё гармонично. Своими корнями эта шпага уходит ещё в девятнадцатый век. Потому что мы видим шпаги девятнадцатого века и отечественные, и немецкие тоже с похожей компоновкой эфеса. То есть такие же откидные чашки подпружиненные. И головка рукояти тоже такой формы шарик. И на нём сверху такой конус закреплён. То есть по профилю она уходит в более антикварный вид что называется. И производит впечатление полностью заказного холодного оружия. И я вам скажу, что по факту это действительно заказное холодное оружие. Только его заказал, что называется, там сам начальник, ихний люфтваффовский, он же Геринг, заказал для своих генералов. Если мы посмотрим на клинок, то мы здесь видим двустороннее отравление с надписью «Знак благодарности» и с обратной стороны «Главнокомандующий Люфтваффе» и дальше «Фоксимилия» Герман Геринг. Это база, это стандартное отравление, украшенное также стандартно для всех генералов. То есть по большому счёту Геринг как любитель холодного оружия для своего генералитета заказал вот такую красивую пушистую вещь. И это круто. Я считаю, что именно со социалистической точки зрения вещь выверена и производит большое впечатление. Кстати, отдельно хочу заметить. Сейчас достаточно много народу бросилось писать в комментарии, почему я так расхваливаю немецкое холодное оружие и так далее. Хочется обратить дополнительно внимание. Хотя много раз я это уже говорил в других видео и в описании канала здесь есть этот момент. Что все свастики, вся нацистская символика, которая демонстрируется здесь не является частью пропаганды, нацизма, фашизма и прочих подобных вещей. Мы сейчас с вами изучаем линейку холодного оружия Германии периода до 1945 года. И все абсолютно вещи, которые были выполнены до 1945 года у нас по закону Российской Федерации являются культурной ценностью. Более того, данная конкретная шпага прошла экспертизу таможенного органа. Там в таможне она была, её отправляли на экспертизу. Она там признана коллекционным холодным оружием и как оружие старше 50 лет, так тоже можно признавать, признана культурной ценностью. Поэтому подчёркиваю, к какой-то пропаганде данный материал коллекционный оригинальный не имеет никакого отношения. И рассматривается исключительно как трофей. Потому что согласитесь, трофей генерала это просто как башка какого-нибудь льва, который у вас в кабинете висит. Потому что согласитесь, что генералов было не так много. Добраться до них и заиметь, что называется, их вещь хотели многие. Почему мной была выбрана именно эта шпага? Они встречаются в продаже. Это конкретно стоило достаточно дорого. Но здесь состояние просто покоряет. Потому что это полностью оригинальный предмет в родном сборе. Я уже показывал на канале шпагу генерала Люфтваффе, но немножко другого образца. И было это два года назад. Потому что два года я не мог найти что-то подобное. И чтобы это было по состоянию хороший вариант, бесконкурентный. И вот я его нашёл. Давайте рассмотрим поподробнее эту вещь. И начнём мы с эфеса. Обратите внимание, что здесь есть две чашки, которые отгибаются. То есть здесь у нас походное положение и вот так мы её отгибаем. С обратной стороны такая же чашка есть. У них болезнь у этих шпаг такая же, как у предшественников ещё 19 века. Вот вы сейчас видите хвостовик клинка и две достаточно мощные пластинчатые пружины, которые подпружинивают вот эти откидные щитки. Соответственно вот эти вот зубья на откидных щитках имеют свойство ломаться. Это их прямо проблема. То есть лишний раз её разбирать, лезть туда, если у вас нету навыка, не стоит. Но тем не менее некоторые пытаются, потом плохо собирают. Характерным признаком для неправильно собранной такой вот шпаги является вот две торчащие здесь вот пружины. То есть не до конца они плотно вставлены. То есть это значит, что человек не умеючи разобрал и также не умеючи это всё дело собрал. В этот момент у нас под угрозой находятся вот эти вот сами зубья на откидных щитках. Здесь всё с этим в порядке. Золочения здесь практически не тёрты. Видны следы какого-то ношения, но небольшие. Морозное серебрение здесь на самой птице, которая на щитке располагается и такая вот патина по серебру тоже пошла. То есть буквально мы можем с ювелиркой с наградами с немецкими аналогию провести. То есть очень аккуратно проработано и очень так подробно покрыто. Вот эти вот два потемнения на крыльях это следы от заклёпок. То есть такие шпеньки с обратной стороны припаяны. При этом если был какой-то ремонт, то сразу нужно смотреть на их характер. То есть при воздействии температуры мы здесь видим некоторые изменения на таких шпагах. И получается, что это может быть какая-то деноцифицированная шпага, на которую заново установили орла. И не всегда конечно оригинал ставят в этом случае. Дальше пойдём по рукояти. Сама рукоять здесь оранжевого цвета, пластмассовая, такого же материала примерно как на кортиках Люфтваффе второй модели. Такой же материал примерно использован. И обвита рукоять по желобкам проволокой жёлтого металла. И сам прибор рукояти выполнен весь из латуни, из медного сплава в золочении. И при этом здесь конечно же есть рельефный орнамент растительный, геометрический и так же он всё глубоко проработано. Естественно все детали абсолютно, которые были сделаны на фабрике Карл Лайкхорн имели свои водяные знаки и имеют. Поэтому если мы берёмся отличать оригинал от неоригинала, мы должны внимательно на них смотреть и внимательно за этими отличиями следить. Но на рукояти имеется достаточно много что называется ручной доводки. То есть ручной дорезки, когда дорисовывали облака или что-то дополнительное делали, эти моменты могут отличаться. Но моменты, которые были сделаны именно этим литьём под давлением или горячей штамповкой, как это правильнее называть, они всегда одинаковые. И размеры также должны быть одинаковые. Конечно мы за этим за всем всегда должны следить. Потому что люди, которые делают копии, они конечно не дремлют, пытаются что-то делать. Но мы на то и существуем, коллекционеры, для того чтобы быть на шаг, на два или на десять впереди них. Теперь обратимся к клинку. Клинок прямой, однолезвенный, с одним широким долом с обеих сторон. И обратите внимание, здесь где-то получается на 50 процентов он покрыт травлением трёхсторонним. То есть здесь с одной стороны, с другой и по обуху также здесь растительный орнамент. На фабрике понимали, кто будет носить эти шпаги и каким образом они будут их использовать и перед кем, можно сказать, выступать. Поэтому всё сделано естественно очень аккуратно. Травление глубокое, золочение яркое и синение также выделено. Здесь всё аккуратно без каких-то лишних подтёков. С одной стороны мы здесь наблюдаем надпись, как я уже говорил, в знак благодарности. И обратная сторона ещё более расписная. Здесь написано «Главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг». И здесь настоящая фоксимилия. То есть подпись Геринга присутствует. Как мы знаем, фоксимилия высокопоставленных должностных лиц и чиновников на немецком холодном оружии было в тот момент, что называется, в тренде. То есть, например, подписи Германа Геринга. Вот вы её видите. Эрнст Рэм, Гиммлер и так далее. То есть выпускались на серийном, на наградном холодном оружии. И это не исключение. То есть Геринг подумал. Чем я хуже, чем вот эти вот в чёрной форме, давайте-ка я тоже своим парням распишусь. И расписался. Вот, пожалуйста, мы эту подпись наблюдаем. И обратите внимание. На втором типе шпагинга, который мы сейчас рассматриваем, здесь Геринг подписался и назвал себя шеф Люфтваффе. Оберкомандующий Люфтваффе. На первом типе шпаги ещё в то время он называл себя министром авиации или шефом Министерства воздушных перевозок. Потому что в тот момент ещё, на момент выхода первого типа шпаги, они скрывали свою историю наличия военно-воздушного флота, военно-воздушных сил и всячески её маскировали под гражданские и окологражданские спортивные ассоциации. Ну и клеймо, конечно, на пяти клинка присутствует. Это клеймо производителя Карл Айкхорн. И мы можем сейчас обратиться к каталогу этой фирмы и посмотреть на каталожный вариант, который там представлен. Давайте прямо это сейчас и сделаем. И вот мы открыли каталог и под артикулом 1732 у Карла Айкхорна представлен флигер генералс Дегген. Что собственно так и переводится как генеральская шпага люфтовая. Так же ещё было бы конечно неправильно делать видео и не показать примеры ношения. В этот момент мы обратимся к Зиггерту и вот давайте рассмотрим. На странице 340 и 341 здесь наличествуют у нас генералы люфтваффе, которые вот с этими вот собственно шпагами сидят, стоят и присутствуют на различных торжественных мероприятиях и всяких построениях. Причём вот здесь вот справа на 341 странице мы видим шпагу ещё первого образца. Это можно легко определить с далёкого расстояния по наличию вот этой вот птички на самой рукояти. Переворачиваем страницу и видим ещё четыре фотографии также с генеральскими шпагами. И на 345 странице собственно справа мы наблюдаем Геринга тоже вот с такой же шпагой. Потому что он её носил. И скорее всего у него шпага конечно не с таким клинком. Потому что будет странно если он сам себе спасибо и подарил себе шпагу со своей подписью скорее всего там был клинок заказной. Потому что с заказными клинками также эти шпаги встречаются. Но там нужно ещё что называется серьёзнее смотреть на предмет подлинности. Потому что если в классическом варианте мы можем сравнить все водяные знаки и если что-то допустим не сходится просто даже дальше не рассматривать предмет. Но если вещь заказная там иногда есть моменты расхождения с классическими образцами и тут конечно нужно смотреть гораздо более внимательно. Итак. А на странице 344 слева мы видим здесь генерала. И у него очень интересно повязан темляк. То есть нестандартно. Обычно он об обоймице на рукоять просто один или два раза обматывался и выпускался наружу. Здесь же он более таким хитрым способом надушку защитную сначала был закреплён. Потом дальше пошёл на обоймицу и только потом был выпущен уже вниз. Я собственно такой вариант узла и сымитировал на представленной шпаге. Ну и было бы неправильно конечно ножны не рассмотреть. Потому что у Карла Айкхорена был свой тип ножен. У них был свой тип крюка, свой тип стакана, свой тип концевика. И это всё тоже должно совпадать. Плюс нужно всегда смотреть на наличие ремонтов также на самих ножнах. Ножны здесь тонкие и ножны кожаные без футляра. Поэтому они имеют свойство ломаться. Сразу расскажу для тех кто не знает. Если вы приезжаете на какую-то выставку и например там берёте шпагу. Там можно потрогать вещи, покрутить. В принципе к этому лояльно относятся. И например вот инстинктивно кортики, ножи все вытаскиваются. То есть берут за ножны и вот так вниз тянут рукоять, чтобы вытащить предмет. Я смотрю по наблюдениям обычно так вниз и тянут. И когда вы берёте длинноклинковое холодное оружие в кожаных ножнах здесь вас может поджидать опасность. Потому что если вы берёте в перевёрнутом виде, я сознательно это не делаю, в перевёрнутом виде берёте ножны, вытаскиваете клинок. Соответственно их там больше ничего не держит и ножны могут переломиться, если они плохого состояния. Здесь всё нормально, они ничего не гнутся. Но если ножны в плохом состоянии, в плохом качестве, то они могут переломиться и просто на пол упасть. То есть концевик перевешивает и всё, провал. И человек обречён на покупку сломанной собой вещи. Я был свидетелем, как ножны переламывались на шпагах. Это провал, ребят. Те, кто ездят на выставке этого момента не знают, имейте в виду. Ещё никогда не беритесь пальцами за клинок. Это тоже раз уж начали про выставки говорить. Тоже такой момент. В жбан не прилетит, но негатива поймаете серьёзное количество. Потому что вы сами понимаете, каждый подойдёт, потрогает руками клинок и продавцу его либо постоянно нужно будет вытирать, либо если он его не вытрет, то вот эти вот пот и жировые следы от грязных рук могут потом пятна оставить. Так что тоже имейте в виду, раз уж заговорили о поведении на выставках и о таких некоторых правилах приличия джентльменского тона. На этом с генералом Люфтваффе всё. Ещё через какое-то время к нему вернусь буквально на пару секунд. Перейдём к советской генеральской шпаге. Будет её экспресс обзор, потому что по ней будет отдельное видео в дальнейшем. Пройти мимо этой сабли я не мог. Она лежала одиноко в Америке, в Нью-Йорке она лежала долгое время. У дилера, мы уже посмеялись над словом дилер, но в антикварном мире человек, который занимается антиквариатом называется дилер. Так вот у дилера у Нью-Йоркского этот предмет был обнаружен вместе с подлинной портупеей, с ремнём, с подвесом и также вместе с темляком, который здесь на этой сабле наблюдаем. И темляк именно с белыми кантами, то есть это ранний ещё вариант. Сабли эти выпускались до аж 90-х годов, но начали они выпускаться в 1943 году. Принята она была приказом номер 25 НКО от по-моему 15 февраля... Нет. 15 января 1943 года. И на параде победы генеральский состав, генералитет шёл вот с такими вот саблями. Данный конкретный экземпляр выпуска 1947 года, о чём свидетельствует клеймо на хвостовике. Ну и как я говорил об истории этого предмета позже, давайте саму вещь рассмотрим. Отец этой сабли можно сказать или дедушка это сабля пехотная образца 1913 года. Вот вы сейчас видите её на экранах. Я уже как-то такую показывал. Очень похожая компоновка, а также тип ножен и эфеса. Давайте посмотрим на рукоять. Рукоять белого металла. То есть она вся в никеле и очень хорошо покрыта. Потому что генеральское оружие опять же делали достаточно так хорошо. И обратите внимание на такую правильность рисунка, на глубину нанесения. То есть всё сделано очень аккуратно. Есть несколько типов. Есть с накладными звёздами и с выштампованными звёздами. Здесь звезда как раз выштампована. Она не накладная. Но обратите внимание, здесь каждый листик, каждый лучик всё проработано очень аккуратно. И хоть это и считается ручная доводка, но всё сделано прямо одно к одному. Наверху здесь надпись на головке рукояти СССР. Также она в обрамлении такого венка. Растительный орнамент здесь нанесён. И он тоже нанесён аккуратно. И прямо видно, что старались, когда её изготавливали. Есть и другой тип эфесов. Там где проработка, назовём это, страдает. Там реально это как школа гравёров. Там я видел, что они с накладными звёздами. Эту тему я ещё подизучу и вам тоже свои мысли об этом подрасскажу. Но вот это вариант по изготовлению из всех, что я видел, самый-самый такой классный. Поэтому я её и купил. Сама рукоять такого оранжевого цвета, глубокого и тоже она красивая. И обратите внимание на пересечение. Оранжевый цвет рукояти на генеральских Люфтваффе шпагах и здесь. То есть у нас получается такой вот цвет генералов, элиты армии. И вот эти яркие цвета, использованные в генеральских шпагах или как здесь в генеральских саблях, наверняка должны были как-то природно вселять ужас. Так как если вы видите в природе яркие цвета, божьи коровки, маки, это опасность. И вот здесь наверняка тоже с этим связано. Тем не менее продолжим по клинку. Клинок незначительной кривизны. Здесь он трёхдольный. Два узких долика и один широкий с каждой стороны. И обратите внимание на никелировку. Она также сделана здесь безупречно и клинок выведен отлично. То есть точно так же люди понимали для кого делают и что будет если они накосячат. Поэтому предмет такой вот генеральский во всей своей красе. Клейма на 5 клинка здесь к сожалению не стоит, но на хвостовике вот вы видите на экранах ещё раз показываю здесь ЗИК 1947. Клеймо стоит проштампованно. И обратим внимание на ножны. Ножны также никелированные, очень хорошо сделаны. По кривизне повторяют форму клинка. И опять же что меня в этой сабле прободрило это как раз её состояние. То есть её практически не носили, хоть видны небольшие следы износа. То есть она явно побывала на парадах, но состояние практически безупречное. Собственно генеральская вещь вот такой вот и должна быть. Ну и опять же оригинальный комплект. Потому что обычно они продаются либо голые, либо с кожаным темляком. Здесь и темляк получается оригинальный на ней стоит. Хоть он немножко там и распушённый. Вот здесь вот это вот навершие жёлуди. Тем не менее сам темляк в хорошем виде ничего там не распустившийся. И также снаряжение генеральское. Здесь мы видим вот такую вот характерную бляху. Характерный подвес. И вот всё это было в одном комплекте. И хоть она стоила дороже даже можно сказать, чем вот у нас продаются аналоги, там всё равно было принято решение вернуть предмет домой. Ну и опять же стоит обратить внимание, что 1947 год практически сразу после войны выпуск и на тот момент не было таких генералов, которые бы войну не прошли. То есть мы можем абсолютно точно утверждать, что данная сабля принадлежала военному генералу, который прошёл Великую Отечественную войну. И это тоже бодрит, потому что сабли выпуска конечно там 80-х годов, 70-х и прочее. Они есть украшенные, красивые, тоже стоят своих денег. Но как бы они уже от того момента подошли, что называется. Ну и вот идеей этого видео была такая, можно сказать, встреча двух генералов. Генерал Люфтваффе и генерал рабоче-крестьянской Красной Армии на одном, что называется, столе. Мы можем их сравнить по проработке. Мы можем их сравнить с эстетической точки зрения. На данный момент это коллекционное оружие, это атрибуты этих людей. Тем не менее, они имеют в себе некую силу. Причём если мы смотрим на немца, это всё-таки больше эстетика, это больше красота в самих изгибах и красота в проработке и в тонкости, в утончённости и некое проявление вкуса. Когда же мы смотрим на нашу генеральскую саблю, здесь мы видим отсыл ещё к старым традициям. Отсыл к старым традициям ещё царской армии. Во всех её формах, к примеру, в клинке, когда это многодольный, широкий, с заделом на боевой клин, это большая, широкая рукоять. Несмотря на то, что это атрибут парадный и, допустим, ещё даже в царской армии стали уходить от больших предметов и делали их более облегчёнными. Если парадный, то зачем его делать большим? К примеру, как с генеральской немецкой, то нашим генералам сделали большую брутальную вещь, которая вселяет уважение до сих пор. Согласитесь, что она здесь лежит и она просто горит. Я не знаю, как через экраны, но когда ты берёшь эту вещь в руку и когда ты её начинаешь крутить, смотреть, то ассоциативный ряд, конечно, бешеный вообще выстраивается. Обязательно будет обзор нашей сабли генеральской на канале в ближайшем будущем с более серьёзной исторической справкой и приведением фотографий. А теперь к вам вопрос. Уважаемые подписчики и те люди, которые смотрят без подписки и не нажали ни на колокольчик, ни на подписаться, лайк не поставили. К вам тоже вопрос. Хотя бы внутри себя как-то попробуйте на него ответить. Какой предмет вам больше нравится? Я, резюмируя своё отношение к этим вещам, скажу, что я выбрать не могу, потому что это два предмета, которые идут параллельно. Потому что здесь выбрать что-то больше по эстетике или по брутальности или ещё что-то здесь слишком много. Не могу подобрать, что называется. Ваше какое мнение? Что вам больше нравится и почему? Генерал СССР или генерал Люфтваффе образца 1938 года. На этом я обзор свой заканчиваю. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова